У многих с детства было увлечение собирать и коллекционировать крышки. А вот художники мастерской «Драгоценный пластик» пошли дальше. Они создают настоящее искусство, практичные и полезные вещи. Все желающие могут принести и передать им свои крышки, после чего их сортируют по цветам. Мы видим, здесь есть и белые, и желтые, и красные от Кока-Колы, даже вот такие вот редкие от молока с коричневым цветом. Главная философия, что пластик является мусором до тех пор, пока мы его бездомно выбрасываем. А как только мы начинаем его ценить, отделять от органики и находить ему применение, он становится действительно драгоценным. Екатерина Руденко – одесская художница, преподаватель рисования и сотрудник мастерской «Драгоценный пластик». Свой прототип картины Ван Гога «Звездная ночь» она создала около года назад, но явила миру творение только во время карантина. Мы решили создать Ван Гога, потому что именно эту картину воссоздать, потому что она интересна по своему движению, вот этих облаков, по направлению мазков, она очень экспрессивная, такая импрессионистичная, придет определенное состояние художника. И с художественной точки зрения было интересно повторить это в пластике. Вы здесь видите разные крышки, мы их для того, чтобы красиво и грамотно смешивать на самой картине, иногда, не иногда, мы всегда их сортируем по оттенкам. Мы их дробим в чистом виде, то есть чисто желтый, чисто голубой, чисто синий, прозрачный для того, чтобы это были светильники. И после этого уже выкладываем на листе узоры, какие нам хочется. Это могут быть какие-то конкретные работы, могут быть абстрактные. Сам процесс не такой длительный, но трудоемкий. Сложно собрать разновидности крышек всех цветов, поэтому просят всех одесситов не выкидывать крышки, а приносить их в мастерскую. Затем материал проходит дробление и запекание. На этом столе мы обычно заготавливаем наши листы, потом берем такие большие металлические, тяжелые достаточно конструкции, такой бутерброд из двух листов металла и пластика, и идем к нашему термопрессу. Здесь мы его вставляем в термопресс, можно даже его приоткрыть. Здесь у нас вот уже лежит лист, он ждет, пока мы будем его запекать. Крошечки такие, да, разных цветов? Да. Это покрытие тефлом, оно помогает нам превратить прилипание пластика к металлу горячего пластика. Это тоже будет светильник в будущем. И сколько готовится такая картина? Такая картина, ну, высыпать ее на лист можно пару часов, а можно за 15 минут, но потом запекается около часа. Зависит от того, был разогрет пресс или нет, и от толщины листа, потому что вы можете наблюдать, у нас есть толстые листы, мы их используем для более массивных изделий, для полочек разных, для скамеек с большого термопресса. И есть у нас более тонкие, там, для блокнотов и так далее. То есть у нас здесь целая полочка, мы здесь храним наши листы, которые получаются. А что у вас здесь хранится? Здесь хранится уже подробленный пластик. Это такая, он выглядит как такие маленькие кусочки. Это вот была небольшая смесь для какого-то изделия, видимо, осталось. Есть в чистом виде пластик, вот, например, покажем красный. Вот он чистый, видно, что тут нет никаких примесей другого цвета. Вы сами сортируете их все? Да, конечно, мы сами сортируем, нам часто помогают дети наши, которые приходят к нам в гости. Есть уникальные цвета, которые мы бережем на разные очень красивые работы, изделия. Кроме картин из пластика, в мастерской производят множество всего, начиная от вас и браслетов, и заканчивая картами в виде интерактивных пазлов. Катя, расскажи нам о своих изделиях, о таких уникальных работах, которые тоже связаны с Ван Гогом, как ты их создаешь? Я их создаю, кстати, по-особенному. Так я еще, честно, ни у кого в мире не видела, потому что мы смотрим, как работают другие мастера про жестбэсик в других странах, и для себя я поняла, что действительно так еще никто не извращался. В чем уникальность? Уникальность в том, что я делаю, вот тут вот можно увидеть, вот такие вот завитушки. Вот такие, да, типа они? Да, да. И получился таким образом Ван Гог, потому что у него на самых известных картинах очень похожие движения, завитки, там могут быть и облака, и море, и получается вот такая картина. То есть, если я сюда буду замешивать разные цвета, то может получиться закат или море. Авторы увидели, что пластик можно применять в такой художественной сфере благодаря изобретателю Евгению Хлебникову, который занимается этим уже пять лет. Мы развиваем направление переработки пластика, творческой переработки пластика. Мы изобретаем оборудование, тут у нас инженерное. Тут мы частично перерабатываем пластик, то есть его дробим, делаем листы, и из листов делаем уже конечные изделия. Расскажите подробнее, как вы этот пластик преобразовываете в искусство? Какой путь он проходит? На входе у нас крышечки и различные другие пластиковые отходы, но в чистом сухом виде мы их сортируем тщательно, дробим, и уже имея разные типы, разные цвета пластика, мы их смешиваем и получаем различные картины. Для этого у нас есть оборудование, и далее только эксперименты, смелость что-то смешивать и получать какой-то результат. Производят здесь в том числе и спортивный инвентарь, качели, роллерборды, но особенно инженер гордится картинами, которые работают на просвет. Вообще последние работы – это серия красных работ. Я их уже делаю в черной металлической рамке, а в руке у меня очень давней, наверное, 3 года этой работе. Это из нескольких, это те, которые еще не уехали на выставки. Вот это называется «Украина» с оторванным с кровью Донбассом и Крымом. Это работа… А, и Приднестровье тоже тут в крови. Это работа давняя, она получилась совершенно случайно, и я просто сделал лист, и он долго лежал, как заготовка для обложек для блокнотиков, но потом один человек увидел и расшифровал мне эту картину. Есть еще работа тоже, что тоже она спонтанная, я ее назвал «Диалог». То есть какие-то обрезки я превратил в лист, и получились два таких персонажа, которые… Вот зеленый, он руками придерживает напор синего персонажа, а этот вот на него кричит. Мастерской драгоценный пластик «Одесса» чуть больше года. За это время художники уже переработали более пяти тонн пластмассы. Они уже проводят онлайн-обучение для детей. В будущем планируют организовать выставки и фестивали за своими работами.